вы знаете что такое настоящее доброе утро это просыпаться от лучей солнечной италии ребят этот уикенд я решил посвятить катании и выбрать топ-5 локаций для посещения что же мы увидим в катании я продегустирую местную кухню оттуда направлюсь к вулкану этно затеряюсь в итальянских улочках тауармина и сиракузы а под конец заеду в курортный городок очарели ну что готовы погружаться друзья всем привет это визит киев меня зовут антон тараненко и это специальный выпуск из сицилии поехали друзья в свой уикенд я решил совместить сразу два любимых дела провести время с любимой и изведать новую страну чтобы прокатиться по самым укромным улочкам сицилии это италия я арендовал автомобиль ведь пешком а войти все просто нереально осмотреть тут есть на что ведь это регион мафии великого математика архимеда из самого высокого вулкана в европе знакомьтесь моя жена аня и все последующие записи видео происходили именно так вы лежат не давай час у нас такой срач в машине ребят сейчас я вам покажу расскажу то что точно стоит попробовать на сицилии вот такие маленькие но очень вкусные пинцетки мне напоминает это романова была когда-то такая пицца и мы в студенчестве любили есть конечно же арочина это вот такая вот лепешка внутри с рисом и мясом это очень вкусно это у нас и картучата с цукини и конечно же если мы говорим про десерты чтобы такая вот равиоли с кремом рикотта вообще рикотта это наверное один из самых основных ингредиентов которые присущим каждом десерте практически вот такой траве other three your not cross them чиз покажу как это выглядит вот внутри очень прикольной очень вкусная рикотта это реально круто и какая жена сицилийская вкусная история может быть до 0 и вот такая маленькая канализ так вот то конечно же это традиционная сицилийская канули бывает очень вкусно финал конечно же все вы знаете где самое вкусное мороженое правильно самое вкусное мороженое в Италии. Очень вкусное. Опять же, я взял себе мороженое с рикотто для того, чтобы вообще полностью понять вкус. Но есть очень много видов. Недавно мы пробовали мороженое с фисташками. Очень вкусное тоже. Ребят, Италия это точно гастротуризм. На Сицилии кухня, она своеобразная. Она не такая, как в Италии. Обязательно, приехав сюда, попробуйте традиционный блюдо. Огромное количество туристов направляется в катанию ради Этны, самого высокого действующего вулкана Европы. И мы тоже решили поехать, но вот шокировались мы не от Этны, а от того, как удачно туда добрались. Это были крутые дороги над обрывами, с шикарными видами. И я, как заядлый путешественник, решил все это отснять с квадрокоптера. Только вслушайтесь, я с квадрокоптера за границей, в горах, да еще и второй раз держу в руках пульт. Результат сами понимаете какой. Друзья, вот там мой дрон. Это чей-то дом. Я в Италии. Это невероятно. Но что поделаешь, дона дрона нужно спасать. А там собаки, слышите? Злые. Никого нет. Дрон там, его не видно, конечно, он очень далеко. Короче, моя жена сказала, что может быть мы гелевым шаровым его достали. Вот мы такой шар надули. Вот катушка. Вот я. Сейчас буду пробовать его убивать. Вернувшись на второй день, мы встретили хозяина дома, который помог нам найти нашего дона дрона. Поэтому продолжаем смотреть невероятные виды. Дорога к вулкану имеет несколько зон. Наверное, самая красивая, это первая зеленая зона. Очень красивый луга. Образование после вулкана. Такие себе горы. И это по-настоящему очень круто. Сейчас я вам покажу. Доехали мы буквально за час с центра катания до Этном. Дорога очень классная. Вообще нет проблем. Очень важно понимать, что здесь достаточно холодно. Поэтому на пересадке между кабином и автобусом мы обязательно возьмем вот такие куртки. Стоимость одной куртки 4 евро. Поверьте, они вам приятны. Потому что даже в теплую погоду здесь очень сильный ветер. Этно появился примерно 500 тысяч лет назад. И за это время извергался более 200 раз. И по сей день он находится в стадии активности. Отчего и вызывает опасения у жителей страны. Высота этого гиганта почти 1200 метров. И да, так как вулкан Этно является крупнейшим в европейской части, про него слагают немало легенд. И пока мы едем, я расскажу вам одну из них. Гора является темницей, где находится гигант Энкелад. Его замуровала Афина под массивом, но время от времени узник пытается пробраться сквозь толщину. Поэтому из кратера вырывается его горячее дыхание. Доброе утро. Мы едем в город Энна. Это второй город в нашем путешествии. Обещает быть очень интересным поездка. Еще по пути мы займем в Аутлет и что-нибудь купим. Друзья, это невероятно. Ради этого точно стоит приехать хотя бы раз на Сицилию. Запомните это место. Город Энна. 900 метров. Один из самых высоких городов в мире. Мы находимся рядом с замком, который, к сожалению, сейчас не работает. Он, наверное, на реконструкции. Пишут, что в Энне нечего делать туристам, но категорически не согласен. Отсюда с высоты 900 с лишним метров над уровнем моря открываются головокружительные виды на окрестности. А еще тут есть крепость Костелло де Ломбардия, откуда, собственно, и открываются лучшие обзорные перспективы. Короче говоря, Энна – прекрасное направление для поездки на полдня, а возможно и целый день. По дороге в замечательный городок Энна я вам советую заехать на шопинг. Сицилия Аутлет. Очень прикольное место. Во-первых, это красиво. Здесь достаточно интересно. Фонтаны, можно погулять с детьми и в целом остановиться по дороге в один из этих городов. Также для любителей шопинга однозначно здесь рай. В среднем цены на знаменитые известные бренды – минус 30-50% от стоимости у нас в городе, либо в нашей стране. Но самое интересное, и то, что меня больше всего порадовало – это местные бренды. Так что, ребят, для любителей шопинга или для просто людей, которые хотят остановиться по дороге в Сицилию, либо же в Палермо, Сицилия Аутлет будет точно интересен и полезен для вас. Ну что, друзья, будете отдыхать в Катании – обязательно посетите маленький городок Теормина. Помимо достопримечательностей и интересных исторических объектов, здесь точно стоит прогуляться по маленьким и очень классным улочкам этого города. Обратите внимание на маленькие галечные пляжи, вот как этот из Олабелла. Он обязан своим названием вот тому маленькому островку. А рядом с ним находится этот ресторан – Элегабино. Очень прикольный и достаточно вкусный. Здесь приятно провести время с друзьями, а также поужинать со своими близкими. Ну да ладно, поехали дальше. Следующая остановка. Как принято выражаться в таких случаях, город обязательный к посещению. Я советую археологический парк Неаполис. Здесь, в частности, можно увидеть впечатляющих размеров греческий театр. И реально христианские катакомбы Сан-Джованни. И особенно Артиджия – небольшой остров, соединяющийся с материком двумя мостами. Ну просто вау. Друзья, в Сиракузы стоит приехать ради того, чтобы увидеть эту красоту. Для любителей архитектуры однозначно это будет город, обязательный для посещения. Для любителей природы и красивых историй все-таки я бы посоветовал Энна. Но если у вас 3-5 дней в Сицилии, обязательно приедьте в Сиракузы. Кстати, здесь очень вкусно. Это приморский скромный городок. Туристы предпочитают посещать тут кафедральный собор Очерелия, напоминающий своим колокольнями замок и прилегающую к нему Саворную площадь. А также базиликва Святого Петра и Павлова, выходящая фасадом на ту же самую площадь. Имеются здесь и другие церкви, а также несколько музеев. А еще тут очень много наглых чай, которые вовсе не боятся людей. Словом, достопримечательностей вполне достаточно для поездки на несколько часов. Это были мои топ места по катанию. Обязательно загляните в этот регион. Пока-пока! Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok